я рванул в джейм джим как известно это новое место жительства клуба леон и соответственно предвкушаю что сегодня произойдет что-то интересное а и и Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому выбирать не вкладка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы друг друга наполняем Али меня сильно наполняет То, что он привносит в нашу академию современные темы То, что он привносит в нашу академию Свой взгляд, свой личный взгляд на джиу-джитсу Вообще в целом на единоборство На методику преподавания Это его, это его индивидуальное Я у многого научусь у него Безусловно, он уже многому научился У меня, у вас, у каждого То есть у него уже есть понимание базовых фундаментальных знаний, естественно И у него есть своя специфичная борьба Которая классно, качественно работает на высоком уровне Это его деларивы, это его опенгард, это его спайдергард Такое современное спортивное джиу-джитсу И это классно, у него есть свой рисунок На высоком уровне он его исполняет Это очень круто Я более олдскульный, у меня такие более фундаментальные Я люблю проходить гард, я люблю, так сказать Тотальный прессинг, доминирование У него свой рисунок борьбы И это очень классно, что у каждой академии Формируются индивидуумы И чем больше наша академия индивидуумов Тем общий уровень борьбы у нас Высокий И каждый может найти для себя Лучшее, так сказать То, что подходит, скажем, Витя Или то, что подходит Сане Или то, что Тимуру Или там Амиру, да, любому человеку В этом мы сильны Мы здесь находимся не только ради техник Не только ради сизерсвипа, бутерфляя и так далее Каждый учится в этом виде спорта В этом виде искусства боевого Я не назову его спортом, а боевого искусства Материем Тонким материем, твердым материем Физическим, ментальным, эмоциональным Мы все приобретаем Кто-то может, например, не приобретать Какого-то своего партнера По залу, по клубу, по татаме Техник, но он может от него заряжаться Характером, юмором Энергией какой-то Ему может нравиться его поведение Ему может нравиться его достоинство И это очень многого стоит, когда в Академии люди стремятся не только к объему технических знаний бродицкого журнала, а и к объему знаний эмоциональных, человеческих. Потому что мы здесь формируем коллектив, прежде всего, коллектив друзей. Мы идем много лет, 10 лет мы идем вместе. Очень важно сохранять преемственность. И это, конечно, плохой тренд, когда люди получают синий от одного, пурпурный от другого, коричневый еще от кого-то, черный еще от кого-то. Очень важно идти по пути. В основном мои все пояса от Грейси. И я, конечно, все последующие пояса и буду чтить эту семью, потому что они придумали этот вид спорта, они придумали ММА. И у кого из них это мучится? То, что вы сегодня видели, это основное то, что показывал Роджер. Это такие фундаментальные вещи, без которых бороться просто невозможно. В жизни есть, вы все знаете, есть важные вещи, которые очень важны. Это семейные ценности, еще какие-то ценности, мужские отношения. Ну и есть вещи побочные. Между нами, знаете, многое бывало, мы могли там ссориться, друг с другом в неприятных отношениях быть. Но в целом есть важная вещь, то, что я всегда понимал, что он мой учитель, он мой тренер. И у меня другого тренера быть не может. Это для меня всегда было очень важным моментом. Я просто, ну, к таким моментам, к традициям, к уважениям и помнить корни, помнить то, откуда вы начали, отношусь очень трепетно. Да, я тренировался там у Ральфа Гресси, он даже не знал, как меня зовут, он меня назвал Рашин. Понимаете? Ну, как бы, я же понимаю человеческие отношения, да? Я горжусь, что мой тренер является первым черным поясом в России. И я горжусь, что я буду являться его учеником и представителем, и продолжать, как вот, именно эту линию. Короче, вот так. В общем, эмоционально. Мурашки и покрылся, если бы. Спасибо. Магомедов Али, Black Belt, Data, как видите. В общем, Али, держи. Комбай, человечка, иди сюда. Все, друзья, переодеваемся. Али, ну в первую очередь поздравляем с первым учеником, который, собственно, был продвинут на черный пояс. И тут сразу такой вопрос. Не хочется давать время на раздумья. Что называется, по свежим впечатлениям, каково это первый раз первому своему ученику вручить черный пояс? Что это? Волнение, ответственность, гордость? Что чувствует в этот момент тренер? Масса чувств, на самом деле, одолевает меня. Невозможно это передать одним словом. И я скажу, что все не зря. То есть то, что мы шли вместе, то, что мы сформировали такой коллектив, и то, что у нас есть высокие квалифицированные пояса, международного причем уровня. Я горд за то, что у меня есть такой ученик, как Али, потому что он, конечно, меня поражает своим талантом, своим видением джиу-джитсу. У него совершенно современный взгляд, он приобретает массу новых знаний, он созидает в себе джиу-джитсу и передает его, так сказать, в нашей академии более младшим поясам. Я сам многому у него учусь, и это как раз в этом и есть ценность, то, что каждый формирует свой индивидуальный подход, свой индивидуальный взгляд на бразильскую джиу-джитсу, в целом на единоборство, ну и прежде чем на джиу-джитсу, да, в данном контексте, и передает эти знания. То есть таким образом академия становится крепче, потому что у каждого есть своя специфическая борьба, у каждого есть свой специфический качественный рисунок и свои инструменты, которые он использует для достижения определенных целей в сватках. Это ценно. И, конечно, для меня это прорыв некий, это, опять же, меня мотивирует и доказывает то, что я продолжаю идти вперед. Это говорит о том, что я настаиваю на своей жизненной позиции, это говорит о том, что я не зря все это делаю и делаю много лет. Это есть результат моей деятельности, моей жизни. И, конечно, я горд за то, что я передал эти знания, и теперь мой ученик достиг этого уровня. Мне очень приятно. Окей, хорошо. Ну, тогда, собственно, поздравление с первым учеником черных поясов, ну и, соответственно, поздравление со вторым данным, со второй полоской на черном поясе. Спасибо. Я продолжаю двигаться вперед, это еще только начало, и это первый мой черный пояс, и сертификат я поставил 0,1, то есть я планирую как минимум 99 поясов вручить, а там уже будем другую, так сказать, больную систему. Ну, короче, в общем, я планирую двигаться дальше, так что мы только в начале своего пути. Успехов! Окей, по горячим следам. Сейчас, что ты чувствуешь? Волнение, гордость, ответственность, что? Гордость и ответственность. Расшифрую, гордость и ответственность. Гордость я чувствую за то, что представляю первую, действительно, легитимную школу джиу-джитсу у нас в России, а ответственность, потому что я первый черный пояс воспитанник этой академии, я буду продолжать, как бы, этот род джиу-джитсу нашим. В общем, на мне большая ответственность, как на всем нашем клубе. Будем стараться сделать джиу-джитсу в России лучше. Окей, через неделю задам похожие вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!